Вторая по популярности футбольная команда нашего города – это участник чемпионата второй лиги Стэн Лес. На минувшей неделе в гостях у неё побывал председатель Пинского горисполкома Валерий Рябковец. Подробнее в нашем следующем сюжете. Со спортсменами Стэн Леса председатель Пинского горисполкома встретился впервые. В ходе знакомства шла речь о завершении прошлого игрового сезона, вполне удачного, по мнению руководства команды, которая заняла шестое место. Несмотря на это, клубу было всё же предложено перейти в первую лигу, но пинчане поступили честно и, можно сказать, достаточно гордо. Победили бы, попали в двойку лидеров, они и получали право перехода. Тогда он вполне и состоялся бы. Именно так и должно быть, говорит Роман Гришковец, руководитель предприятия, которое финансово поддерживает сегодня молодой пинский клуб. В этом сезоне задача единственная – это выход в первую лигу только по спортивному принципу, то есть занявши или первое место, или второе. Задача одна, больше других нету. Она сформирована, чёткая. Я думаю, добьёмся цели. Председатель агурисполкома Валерия Рябковца интересовала, из каких спортсменов состоит команда «Стен-Лес». Практически все игроки – это пинчане, часть ещё учатся. Семь из них по совместительству работники предприятия-спонсора. В целом, всем «Стен-Лесовцам» надо отдать должное. В ходе игрового сезона, после рабочего дня или учёбы, они успевают тренироваться. В свои выходные не отдыхать, а проводить матчи. И главное – показывать достойный для своего дивизиона результат. Такая спортивная целеустремлённость и выдержка под силу команде. И прекрасно, что она есть в городе, которому своей игрой пинский «Стен-Лес», как и «Волна», тоже приносит спортивную славу, считает Валерий Рябковец и желает обоим клубам хороших перспектив. Конечно, не бежая «Стен-Лес», «Волна» чуть-чуть идёт впереди, но им тоже надо подтягиваться. В «Волне» надо идти в высшую лигу, «Стен-Лесу», переходить в первую лигу. Но приятно было сегодня встретиться с парнями, которые играют в команде. 25 человек – это любительская команда, которая работает на основных работах, в выходные дни в неурочное время занимаются спортом. Команда уже есть, есть командный дух, сплочённость, чувство локтя друг у друга. Это чувствуется даже неужжённым глазом. В первые годы ещё как-то так было, кто-то где-то кому-то притирался, хотя играли уже не один год вместе. Где-то искали друг друга на поле, взаимодействия, связки. Сейчас видно, что команда есть. Я думаю, как раз вот и по силам, почему ставим задачу в выход первой лигу, по силам это сделать. Команду устраивают полностью. Валерий Рябковец пообещал оказывать поддержку футбольному клубу. А в ней, особенно в отдельно взятых вопросах, таких как формирование команды, предоставление базы для тренировок, Стэн Лес очень даже нуждается. Всего можем добиться своими силами, но на самом деле хочется, чтобы не то, чтобы было больше внимания, но тоже было понимать, что в городе не одна команда, в городе две команды. Да, одна играет в лиге выше, другая в лиге ниже, но наша команда тоже команда городская. Это не только команда Стэн Лес, для меня это команда городская. Я думаю, это прочувствуется в следующем году. Не то, что будет больше внимания, но на самом деле, я думаю, ребята этого заслужили уже. Город, конечно, чем может, тем поможет. Но сегодня, как я сказал, команда организована при успешном предприятии, где директор болеет не только за производство избыт мебели, он болеет за футбол. Предприятие поддерживает данную команду. А что касается города, то поле футбольной академии «Манеж» им представляется для тренировок в зимнее-осеннее время. Ну и моральная поддержка за горожанами. Как раз за ними не заржавеет. На протяжении прошлых игровых сезонов у стонелесовцев была не одна сотня болельщиков, которые самым активным образом поддерживали команду на трибунах и вне их. Наверняка так будет и в новом сезоне. Уже скоро футболисты начнут к нему подготовку и, как водится, будут организованы спарринги. К слову, на встрече предложили устроить поединок и с футбольной дружиной волны. Понятное дело, уровни команд разнятся, но, думается, такая дружеская встреча в немалой степени заинтересовала бы поклонников обоих пинских клубов.